девочки здравствуйте все только пришла девочки на улице погодка хорошая весна у нас весна но ветер такой плюсовая температура вот стояла на остановке как подул как подул такой холодненький ветерок но не знаю что он будет но еще февраль тут девочки собак покормила уже купила им сегодня знаете шу селезенку магазине у себя там где одну где помните покупала ваш уже там покупала очки тогда помните почки в те короче говоря спасибо вам за комментарии спасибо за стихи спасибо за скажите за пожелания за разные спасибо за все там женщина за борщ говорила шок как это с фрикадельками отча чего не а чего бы и нет я это варила и первый раз я вам говорила я поела это у кума сварила и меня позвала и сказала людька борщ сибирский с фрикадельками или она сама это ляпнула она такая шутница могла или действительно она на курсы ходила там такое говорили девочки откуда кто знаем правильно правильно как мне сказали так я вам сказала и с фрикадельками я считаю борщ может существовать а чё только суп с фрикадельками а чего не больше уже добавил капусту буряк и зажарку сделал да то это уже все это уже нельзя кушать наоборот это можно кушать по-быстрому когда надо борща на какое какая разница какое мясо жевать или выживать с куска или его целую целую тарелку фрикаделя код мужу до детям внукам насыпать правильно я говорю правильно я что не положила хлеб рис или еще просто перекрученное мясо с луком и с перцем и солью правильно то что женщина там такая смешная мне написала десять раз пересматривала борщ как я вчера варила это с фрикадельками она не заметила когда я буряк ложила я его и не ложила я купила показывала пакетик приправа для борща там буряк шмуряк томат там женщина написала одна синтетика но она же сказала хочется чужого борща правильно синтетика во всем кругом кругом все кругом и что не возьми все напычкано нашмычкано это что там написано масло восемьдесят два и пять или там еще что-то скажет мы думаем ой все слава богу это хорошее это шо факт что она будет хорошая не факт что дорогое хорошая не факт что дешевая и и все кругом все земля уже напичкана растет все напичканное уже правильно правильно девчонки смотрите что я купила сегодня взяла девочки сейчас хочу сделать жаркое вот девочки у меня мясо я уже его помыла смотрите вот то помните от ребрышек что я а подождите я с вами делала ребра они я их хотела делать я их сделала дома потому что мне ну дано было что дома они дома были а от мяса девочки вот была вот такая например лента да ребро вот так вот отрезалась там где косточки мне домой надо было приготовить дома вот я забрала а вот это остается вот такой кусок где одна мякоть вот я была порезала сразу и оставила здесь сейчас жаркое сделаю вот маленький казаночек он от он я уже казаночек поставила на печке на печку синий просто картошечки нужна не нужна у нас девочки такой борщ вкусный вы даже себе не представляете вот знаете какой получился вот какой-то узнаете какой-то как вот школе и в детском садике вот это сливочное маслечко сметанка потом эти фрикадельки вкусные вот это все она такой картошечка разварилась а он такой вкусный я морюшу вкусный сидели бы тут попробовали ну вкусный борщ него я старое сало вчера не не положила просто так девочки взяла на грамм 300 маслюк и девица вот маслята в картошку хочу вот эти ребрышки сейчас ну ты посмотри как испугал что за голос девочки маслят взяла в своем магазине там девочки пачечка девочки сегодня такая комедия была дома у меня я не собираюсь клясться я вы слышите меня значит я говорю правду нет ни вообще жира никакого нет есть старое сало целая куча а книги не простого сала нет ни подсолнечного масла не сливочного только только шоколадная я хотела на нем пожарить себе яичницу но я не пожарила кошмар девочки два плавленых сырка дома были покупала своим не хотят забрала это я вчера покупала два руси сегодня купила я люблю покупать смотрите это их не сухари они сами милят вы поняли ну ты посмотри то пись что заказать за это сам а то кашляет этот сухарики видите это они сами крутят вот я взяла два пакетика и будут правда вот так я обожаю девочки обожаю котлеты и объемные сухарях обожаю как будут значит будут девочки с дому взяла узнаете кисточка утром как вспомнила девочки кофе пошла сделала пришла в спальню легла и читаешь комментарии отвечаю целую ночь клацаю отвечаю девочки и это это только кофе поставила и уже села на на кровать потом вспомнила за кисточку думаю вот пока я вспомнила надо идти ее взять я пошла в кухню взяла и сразу сумку кинулась вот думаю будет капец девочки яблочки взяла хорошие яблочки такие по по моему 21 ривен килограмм вот меня попросили дома спечь булочки как в школе были с яблочками вот сегодня мы спечем только сахарком что были присыпаны задание было вы поняли ну что я конечно мама мама есть мама вот яблочки какие хорошие взяла килограмма полтора килограмма полтора вот все я буду не пирожки булочки именно вот как в школе хорошо по щучьему велению будет сделано девочки взяла господин я не могу мимо такого пройти кило двести она мне сказала ли пусть будет говорила килограмм какая разница килограмм здесь или два сказала бы хай будь девочки шкурки опять куриные взяла зачем они мне надо я не знаю пусть будут тоже я их люблю а этим селезенки взяла уже нарезала на елися девочки шкурки я даже не знаю как я у нее даже не спросила ну вот какие они девочки между прочим классные я сделаю гляньте я сделаю классные рулеты посмотрите вы видите добиться целенькие вот полностью грудки снята шкурка не знаю все такие мне кажется все такие будут да девочки гляньте все целые поделаю какие-нибудь рулеты вы не голодные уйдите девочки они все целые я уверена какую не возьми они все целые вот любую сейчас беру все целые смотрите вот вы видите все значит будут рулетики я подумаю с чем девочки я делала когда-то жила малыш отойди ты не голодный девочки и селезенки наелись и вчерашний борщ с крыльями я смотрю подхватили три крылышка положили им солей вот еще и бубликов накидала сушки только что прям на пол кинула думаю хай салансуют вот девочки когда-то жила в моей кумой доме ну через дорогу же от меня мая они уехали в германию уже наверное лет 15 как они уехали все выехали я ну не все они по она похоронила папу здесь маму они жили тоже рядом дом тетя аня дядя юра вот и это и короче говоря а потом сами по продавали квартиры выехали в германию все вот такая майка хорошая еврейка то вообще петяна такие себя вообще я с ними так дружила хорошо ладно и когда-то моя подходит все время подходила и мы все время с ней разговаривали найдет магазин и все время подходит ко мне эту посредством для меня там с полчасика или сколько по времени сколько есть поговорим а сам основном за еду мы разговаривали у меня это и она такая что у него уже 9 утра у нее уже борщ сваренный вот вот такая жена и такая мама бабушка вот такая золотая по моему с ней одноводки вот короче говоря и короче она как-то мне сказала что сделала куриные шейки начинила вот рассказала как девочки я сделала это по моему раза три только лично для себя моей это не ели никто не дети не муж никто тогда муж у меня же этот был вот никто это даже не захотел девочки это такая вкуснятина дай бог мои здоровья на долгие воды вот но то была шейка я вот с этими шейками потрошки пока выберу чтобы хорошие шейки же были на озерке вот пару потрошков возьму то эти шейки аккуратненько шкурки эти сниму а сама а сама шеечка без шкурки это бульон или что там варила супы и борщи что я там варила вот и я вот эти шейки начиняла раза три наверное для себя лично не ленилась вкуснятина там девочки надо пупики желудочки куриные печенка обязательно там надо вот ну можно какое-то обязательно ну желательно бы куриный жирок порезать кубиками ну кубик как получится сырой не пережаривать не подождите там пережарить надо жирок надо пережарить с лучком пупики и вот эти и печеночки надо отварить пупик чтоб мягенький был отварить печеночку потом кинуть в эту водичку сделать зажарочку на курином жирке с лучком вот потом это все заколотить пару яиц туда в это все порезать это все меленько и печеночку и пупики все умысочку сделать эту зажарочку на курином жирке приправка ну какая приправа перец и лучший этот соль к потом вбить туда пару яиц и муки чтоб сделать как на густу густые густые оладьи тесто вы поняли вот это но на яйцах на вот этом жирке сколько муки там чтобы густые были ну чтобы начинить вот эти шкурочки вот этой не затолкнет делать вот так знаете как колбасу козы делают сканины там запихают полностью куски длинные в кишку в эту эту конскую а вот а чтоб такое было чтоб начинить ну и все потом зашить зашить и я только отваривала я не запекала ничего я еле дожидалась чтоб вот это все отварить и потом он еле дожидалась а чтоб она остыла девочки и вот это если с вечера или с вечером обычно то сделаешь я вот этой ночью думаю я не даже я не доживу до утра я так хочу попробовать в холодильник положу и режешь вот так порежи же а девочки объедение такое вот это я с этих шкурочек сделаю волей себе у меня дома и у нее дома никто не будет это кушать для себя я знаю что это вкусно очень даже вкусно я помню когда мы свиней держали девчата и хлопчики вот так мама даже делала от кишки остаются да много шкишек вот у кровянки поделает там пару колечков домашней колбаски сделает а кишки остаются вот так она начиняла делала просто выйти вытапливала сало топила на вышкорке знаете чтоб аж хрустела так вот с мяском желательно как по как получалось как получалось и эту много этого сделает этой зажарки но там я от лука там бана по моему не кидала нет лук нет вот это вот это пережарит эту свежину это сало с мяском ну вкуснятина целую сковородку и вот это тоже заколачивала муку вот ну и я не знаю что она туда наверное водой разводила муку вот делала тоже такое 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 густое густое делала с этими вышкорками выжарками вот и набивала кишки потом кубик делала желудок набивала тоже девочки откуснятина мы так мы так ели вот эта мука с этими вышкорками с этой зажарочкой такая вкуснятина боже оно пахло на всю улицу нафиг тай кровянка нафиг тай домашняя колбаса вот так вот вкусно девочки так что я вот это сделаю вы поняли что сделаю рулетики такие шейку начиню будет у нас еврейская шейка а сегодня у нас будет жаркое с маслятами вы поняли родные сейчас грибы потают немножко вот все и сделаю по заказу своих киндеров сюрпризов булочки не пирожки а булочки с яблоками яблоки будут у нас тушеные свежие но я их протушу с корицей понятно все девочки родные мои я вам показала свои покупочки все будьте здоровы а я буду ждать пока грибы растаять будем делать картошечку с вами а